Таджикистан Таджикистан В настоящее время, по его словам, новоселье в помещении бывшего медресе справляют два детских музыкальных коллектива – Шашмаком и Фалак. Медресе имени Хаджи Ансари существовало еще со времен восстания народного героя Восе в конце 19 века. Напомним, что на сегодняшний день в Таджикистане ликвидированы и закрыты под предлогом борьбы с терроризмом все медресе и другие исламские учебные заведения. В Узбекистане в связи с повышением курса доллара до 9 тысяч сумм за один доллар население начало беспокоиться. В связи с этим традиционно власти страны предпринимают разнообразные меры для успокоения людей. Наблюдатели отдельно отметили статью, опубликованную на официальном сайте Духовного управления мусульман. Статья была заглавлена следующим названием. В эти дни на устах многих жителей одна мысль – курс доллара поднялся до 9 тысяч. Что теперь будет? Далее автор статьи, один из сотрудников Духовного управления мусульман, пытается ответить на этот вопрос, указывая, что такой вопрос появляется тогда, когда у человека ослабляется упование на Аллаха. Когда доллара не было, люди от голода умирали, что ли? А что, доллар определяет удел каждого человека, что ли? Попрошает в статье сотрудник Муфтията. Корреспондент Хабархо побеседовал с Нурлоку Реиста Шкента, который прокомментировал данную ситуацию следующим образом. Если внимательно прислушаться к высказываниям имам хатыбов, Духовного управления мусульман Узбекистана, улемов и других проправительственных религиозных деятелей, то становится очевидным, что их изречения основаны на принципе «истина в угоду лжи», то есть «все, что сказано ими, является истиной» – аяты из Корана, хадисы пророка, но замысел является ложью. Они используют аяты Корана и хадисы, которые не касаются сегодняшней политики и не противоречат их выгодам. Ради довольства правителей они используют аяты и хадисы и этим самым обеспечивают себе так называемую безопасность. Поэтому, на первый взгляд, их изречения выглядят как бы логично и прекрасно, но при этом преследуется цель оправдать любые действия властей, придавая им легитимность с точки зрения ислама и тем самым призывая народ к полному повиновению и смирению. Федеральная служба безопасности ФСБ России начала подготовку к депортации таджикского активиста Исмаила Холова, объявленного Таджикистаном в международный розыск за связи с оппозиционной группой 24, сообщает сайт правозащитного центра «Мемориал». Исмаил Холов живет в России, в Ивановской области, с 2011 года. В 2012 году получил вид на жительство до 2022 года. Четверо его детей и жена имеют российское гражданство. Это уже вторая попытка таджикского режима заполучить Холова. В первый раз он был задержан в 2015 году в Москве по запросу Таджикистана и провел полгода в СИЗО, но в 2016 году генпрокуратура отказала в экстрадиции. В 2018 году МВД аннулировало Холову вид на жительство, ссылаясь на некий служебный документ ФСБ, где говорится, что ему до 2057 года закрыт въезд в Российскую Федерацию. На основании этого решения Холову отказали в получении гражданства и начали процедуру депортации. Спецслужба отказалась объяснять адвокату «Мемориала», почему Холову запретили въезд в страну, назвав эти сведения секретными. Все попытки таджикистанца оспорить это решение в судах оказались тщетными. Сначала Фрунзенский районный суд города Иваново, затем Ивановский областной суд отказали в удовлетворении его иска. 9 августа Верховный суд также оставил решение первой инстанции без изменений. Холов был объявлен в розыск таджикскими правоохранительными органами по подозрению в связях с группой 24 в 2015 году. Сам Исмаил отрицает свою причастность к данной группе и уверен, что обвинения в связях с группой 24 таджикский режим использует для давления на любых инакомыслящих. Истинным поводом для возбуждения дела, по мнению Холова, стали его высказывания в 2015 году на канале «Новый Таджикистан 2» в мобильном приложении «Зела». Он тогда заявил, что нормально жить в Таджикистане невозможно, так как 23 года страной руководит Имамали Рахмон и раскритиковал экономическую отсталость республики, антиисламскую политику, выражающуюся в бритье бород, гонениях на мечети, запретах на хиджаб и множество других ограничений в исполнении религиозных требований. Холов открыто критикует режим в Таджикистане, называя его диктаторским и вредным для народа, и уверен, что его на родине ждут арест, пытки с целью выбить признательные показания и оговорить невинных людей.